О, здорово! А не получится с третьего дубля! Здорово! Привет! Это второй раз. Это второй, да. У нас тут безумный беспорядок. Мы в процессе переезда. Пока еще ничего не разобрали. Самое важное только установили. Там диван, пластейшн, телевизор. Угу. И Кристину на кухне. Привет, Кристин. К Кристине вырвали восьмой зуб. Зуб мудрости. Поэтому она сегодня разговаривать с вами не будет. И с тобой особенно. Ну что рассказывай, почему так произошло? Почему переезд? Чего не устраивало в Кузьминках тебя, а? В Кузьминках? Мне было очень удобно туда ездить. Был. Но сюда еще удобнее. На самом деле куча факторов. Во-первых, на стол двое. Холостяцкая хата уже не выдерживает всех количеств вещей. Причем у Кристины нет вещей. Просто у моей хто вещественности все больше и больше. Поэтому нужно было переехать. Плюс. В этом году я решил отказаться от машины. Ездить только на метро. А та квартира находилась в 20 минутах пешком от метро. И это реально... Ну так это кажется немного. Но если все посопоставишь, ты живешь далеко не в центре. Ты нужно пройти 20 минут до метро. Проехаться на метро там 30-40 минут. Потом еще куда-то. Все это обратно. Это выходило прям в круглую цифру. А на тачке вообще мало. Еще это Волгоградский проспект, который вечно стоит. И никуда с него не сдвинуться. Да, ты причем жил раньше прям после пробки. А сейчас ты живешь далеко до пробки еще. Поэтому у тебя здесь в принципе типа... Да. Я стал гораздо ближе к центру. Я стал гораздо дальше от пробок. Это большой плюс. Я посчитал, что проводил в машине 4-5 часов в день. Просто вот я просыпаюсь и в кофе еду. И вот если все время в сумме выходило в 5 часов. А теперь если только метро. А метро гораздо удобнее. Ты пока едешь, там есть Wi-Fi. Там можно поделать дела, e-mail. Можно в e-mail писать, можно на все ответить. А не просто тупо сидеть и нажимать там газ, тормоз, газ, тормоз. Да ладно, честно рассказывай, что ты как бы за рулем мог тоже как бы... Ну нет, я это практиковал, но все равно это неудобно. Это не безопасно. Небезопасно. Небезопасно попытаться пролиться в тущель, что давно. Ну в общем да, эта квартира гораздо ближе к центру. Здесь буквально в километре Садовое кольцо. И что самое главное здесь 20 метров. Вон вход в одно метро. Крестьянская застава. Ну и короче вот здесь вот вход в другое метро уже в Пролетарское. Стратегически это очень удобное место, чтобы жить в Москве. Конкретно мне. Во-первых, отсюда 20 минут до 15 минут до магазина Холлрайт по прямой. 15-20 минут до КСС на метро. 10 минут до нового огромного скрытого скейт-парка, который откроется через несколько недель. Я об этом вам пока ничего не расскажу и не скажу, где он будет. Но вы скоро увидите. Он уже в процессе, он уже почти достроился. Плюс здесь 20 минут до... на велосипеде. Причем до спортзала, в котором я занимаюсь кроссфитом. Ну занимался летом и осенью. Теперь это будет максимально просто просто... Максимально просто просто сесть на велосипеде и доехать до туда. Кайф. Одна из главных причин, вот реально говорю, что у меня стало мало места. Вы сами видели эти тропинки из кроссовок, которые были раскиданные вещи. Ничего не изменилось. Ладно, давай покажу, что есть. Ну это реально, это еще просто мы переехали буквально с концами. Но не вторую ночь. Еще вчера довозили вещи и еще сегодня нужно съездить довезти. Здесь маленький велосипед, есть такая вот чудо-комнатка, которую я мечтал всю свою жизнь. То есть прямо здесь и часики, которые около выхода стоят, да и там сумки все. Две огромные сумки с сборной, формы сборной России, которые я так и не открыл ни разу. Все кроссовки вообще, которые только могут быть. Так, а тут мы не поняли. Ну это просто так, это типа прикол радио. А это как, если мне не набрали, а разрисовали какие-то очень успешные и классные граффитисты. И это, да, скажем, может стоить, значит, стоить очень много денег. Вот. Что дальше? Ага. Так. Это в критические нолики играть, да? Я правильно понял? Все верно. В первый день я просто изнутри залез в ванну, жопу прислонил и... Шучу. Рекламная пауза. Если вы до сих пор не оформили карту Think of All Airlines, то обязательно это сделайте. И не забудь воспользоваться промокодом SPORT, чтобы получить 3000 бесплатных миль. Все, закончили, пойдем дальше. В той квартире не было места, чтобы поставить тренажеры. Вообще никуда. Да здесь тоже, собственно, негде, но здесь хотя бы есть хоть какая-то перспектива на это. Ну, к примеру, так вел тренажер, к которому я очень хочу, что этот стол можно вообще убрать. Это не мой. Это он здесь был. Вместе с телеком, который не работает. Здесь вообще все сумки пустые, мы пока до сих пор ничего не разобрали. Вот это вот отлично, да? Вот коробка из-под телека. Потому что в какой-то вырез в тене можно даже подсвечивать теперь. Коробку подсвечивать? Ну да, подсвечивать коробку просто. Кайф, кайф. Да, кайф. И новое рабочее место, в котором вот еще, ну, совсем хлам, который был. И я еще даже не пробовал его расчищать. С теми же вещами. У меня лежали какие-то вещи. Просто, наверное, на стуле в прошлой квартире Кристина взяла с того стула и просто привезла и аккуратненько положила на этот стул. Она, наверное, даже ничего с ними сделала. Это прям специально, демонстративно. Я хочу купить себе доску, которую с фломастером просто, чтобы все цели, задачи и желания на них поставить. У меня не было места в прошлой квартире куда это поставить. Ну, то есть не хотелось посреди комнаты. А здесь как раз сюда поставить эту штуку. Чтобы видеть, каждое утро просыпаться и знать, что нужно сделать. Здесь три монитора. Компьютеры, естественно, камеры для стримов, там камеры на руки, на клавиатуру. Фортнайт, поехали, кайф, кау, жги. Здесь на два компьютера, естественно, один, который будет стримить. Какую-нибудь игровую машинку, думаю, там, выбираю в пределах полутора лямов. Ну, спокойно, еще нету. Надеюсь, кинем. У тебя еще нет компьютера? Слушай, я могу тебе свой дать, но он два стоит. Покажи, как ты сидишь, теперь играешь. Самое важное ты не показал-то. Так. Ха-ха-ха-ха. Я поставил тот, что мы увидели, там стоит телек. Я хотел к нему подключить PlayStation и там сидеть играть, чтобы удобно было. Но телевизор почему-то заблокирован. Я не знаю, пульт не работает, он не работает. Я такой, ну и ладно, хорошо. Придется выкручиваться, как... Короче, выкручивался, как смог. Ну, это какой-то лютый кастом. Ну, чё, это вообще стиль. Это твоя парамодель кресла игрового или что? Кстати, мы и про модели. К этому мы вернемся. После того, как спустимся за посылкой, которая лежит на первом этаже. Погнали. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Шесть, семь, три, девять, ноль. Пуск. Улетели. Сейчас снимают на камеру, а меня... Отлично. Ха-ха-ха. Блогеры. Ха-ха-ха. Это я, мели капли. Всё, занесёте удачи? Да. Всё, удачи. Спасибо. Занимай респондент. Ха-ха-ха-ха. Жега. Ха-ха-ха. Чего? 55 кг в упаковке. Чего? Ну, да. Ха-ха. Слушай, Костян, тут еще помог, вот, смотри, оттащил тут. Респект, брат. Да не, моральной помощи достаточно. А, ну все. Короче, это вчера я когда-нибудь все заказывал, написал в комментариях заказы, говорю, ребят, я профессиональный спортсмен, можешь сделать какую-то скидочку, а я вам там, я благодарен буду, реально. И в итоге они мне сделали 10% скидку на все, что я заказал, плюс прислали коврик и пульсометр. Это дом спорта. У них на сайте все заказывал. Спасибо им. Но это я все купил, это никакой, не реклама, не бардер, это все. Это мои кровные. Решил себе вместо нового айфона. Это вот за все, те года, что я живу, вот здесь вот моего, что я реально купил в этой, вообще не в этой квартире, а вот из тех вещей, которые имеются, телевизор и плейстейшн. Ну и какая-то мелочевка. Все остальное это спонсорская. Знаете, как обидно, когда ты живешь, что-то делаешь, что-то работаешь, а деньги тратятся, ну не туда. А вещи, которые они спонсорские, ты к ним относишься чуть по-другому. Это не так, что вот я там тебе, я тебе себе купил, я тебе подарил. Кто-то дал, кто-то дал по пользе, все равно не тварь. И вот второй покупкой, кроме после телевизора и плейстейшн, это вот это вот. Именно вот так я хочу начать этот год. Я хочу, чтобы ты собрал его в древне сал. Сейчас, сейчас. А где инструменты в этом доме? На, сомнен. Вот у тебя пришли все инструменты. Ну надо, нажимы и положи. Вопросы про моделик. Это должно было выйти еще несколько недель назад. Из-за того, что у нас затянулся монтаж, материал ушел в стол. И сейчас, посмотрев выпуск, который Диман смонтировал, мы решили, что выглядит не так круто и не так информативно, как хотелось бы. В общем, что произошло? Пацаны. Только что случилось просто историческая херня. Максимально историческая. Я этого ждал. Ну, вот всю жизнь, что я катаюсь на велосипеде, я этого ждал. Как вы знаете, катаюсь за компанию Колони. И они только что прислали чертежи моей новой рамы. Я уже дал ей название, вот буквально пару минут назад. Она появится в продаже уже весной. Скорее всего, в России будет к концу весны, в начале лета. Я так рад вообще, так рад. Это мечта просто. И это самое крутое, что это... Вот почему я говорю, что это историческая херня. Я первый BMX-ер из России, у кого будет промодель рамы, у международной компании, которая продается по всему миру. Эта рама будет продаваться вообще везде. В Лос-Анджелесе, в BMX-шопе, в Австралии, вообще в Европе, везде. Круто вообще, такое классное чувство. Короче, это честная новость, которую я узнал еще месяц назад, появится в скидок сейчас. У меня будет, собственно, промодель рамы. Я действительно супер рад до сих пор. Я хочу разыграть ее между теми, кто отгадает название рамы и почему она так названа. В качестве подсказки скажу, что есть такая модель у одного автомобильного бренда. Но вам придется, ну, додумать и понять, почему именно так называется моя рама, моя промодель. Выиграет тот, кто правильно отгадает название и напишет, почему она так называется. Комментарии считаются только под видео на Ютубе. Вот только здесь внизу. Здесь вы на Ютубе смотрите. Вот все комментарии, которые будут, я их все прочитаю и выберу подходящий победитель. Если его такого не будет, то самый ближайший к этому вариант, на мой взгляд. Давай через две недели подведем итоги. Я думаю, вполне достаточно, чтобы написать все, что вы думаете. Так, все, ладно, я пошел звонить друзьям, сообщать название и почему она так названа. Некоторые из вас уже могут знать ее название. Ребята, будьте добры, если вы знаете ее название, не пишите о нем в комментариях, не рассказывайте друзьям. Ну, я имею в виду, это те, кто, например, работает в магазине HellRide или люди, которые работают в магазине Юз Спорт, которые участвуют в предзаказе колони, на поставке колони, и они знают, как она может называться. Если вы знаете его, оставьте шанс победить человека, который реально будет участвовать. Я все равно вас вычислю. Думаете, я не узнаю, кто ваши друзья и работают ли они в BMX-шопах? Не стоит. Я тебя, сука, пойти вычислю! Короче, этот конкурс только для тех, кто не в курсе происходящего. Все, готово. Ладно, пойдем собирать игрушку. Так, а вот, собственно, инструкция для всего этого дела. Ну, в принципе, я думаю, мы правильно, мы правильно. Ну да, что-то вот есть схожее. Мне кажется, вот здесь, вот тут еще болтик забыли. Смотри. Как думаешь? Или что-то... Или все нормально? Нет, все на месте. Да? Нет, серьезно. А, слушай, да, точно. Да-да-да, и вот этот крутит. Да, все. Крайф. Профи. Профи в деле. Ты не знаешь, сколько дури в этих руках, братан. Доволен? Чувак, я об этом мечтал всю жизнь вообще. У меня никогда не было турника, у меня никогда не было этого. Я всегда думал, что когда-нибудь у меня появится в жизни. Я думал, проброшу квартиру, но там некуда это было поставить, места не хватало. Там даже такого тут банального уголочка. А вот это вообще то, что нужно. Короче, кайф. Теперь можно каждый день начинать с тренировок. Потому что я буквально пару недель назад пришел к поводу. Я думал, блин, пройдет Олимпиада, да, там, поеду я на нее, не поеду, какая разница. Но суть в том, что вот пройдет, что дальше. Что-то я думал, думал и решил, что нужно ввести вот этот спортивный режим, спортивный образ жизни в повседневное русло, чтобы откатать не одну Олимпиаду, а две. Я буду, мне кажется, вплоть вот сколько мне будет на этот момент. 32-33 года ко второй Олимпиаде. Но я хочу до нее выжить, быть в форме. Это вполне реально, даже сейчас 33 или 34 года. Будет тяжело. Но если каждый день тренироваться, то все будет круто. Давно пора. Сейчас такая всплывалась возможность. И именно так я хочу ворваться и начать этот год. Переезд, отказ от тачки. Чтобы просто оптимизировать время, потраченное в пробках и во всем. Ну, если я живу в Москве, то нужно как-то подстроиться. Тренажеры дома, помимо этого. Тренажерка недалеко отсюда. Новый скейт-парк. Ну и поездки всякой. Не забывайте писать под этим видео ваши догадки насчет моей рамы про модельки. И увидимся, наверное, в следующей серии. Спасибо за просмотр. Всем пока. Peace. Я пошел тренироваться. Мне нужно крутить педали. Я думаю, через несколько недель я вернусь и покажу какие-то базовые... Да зачем вам это надо? Просто понтанусь тем, что он умеет. Все. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok